Не только ПЗРК. Игнат рассказал, какие установки нужны Украине для борьбы с дронами РФ. Украинские военные эффективно используют зенитные установки Джепард для борьбы с российскими дронами. Поэтому их количество в составе ФСУ необходимо увеличивать, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на представителя воздушных сил ФСУ Юрия Игната в эфире телемарафона, по его словам, зенитные артиллерийские системы, а именно установки Джепард на сегодняшний день являются самым эффективным орудием для уничтожения вражеских «шахедов», видимо, потому что расходуется и небольшое сравнительно количество боеприпасов, и соответственно есть от этого серьезный результат. Поэтому этих систем надо больше. Для того, чтобы экономить-то количество ракет, которые у нас есть, которые нам нужны для более серьезных целей таких как крылатые ракеты и российская авиация, пояснил Игнат. Представитель воздушных сил ФСУ уточнил, что зенитные ракетные войска должны выполнять несколько иные функции, а для БПЛА есть те типы вооружения, о которых мы с вами говорим, их в мире достаточно и поэтому нам надо усиливать работу в этом направлении по обеспечению, пояснил Игнат, атаки дронов. Российские войска регулярно используют дроны-камикадзе для атак на объекты инфраструктуры Украины. Вчера, 26 сентября, ночью оккупанты в очередной раз пытались бить по Украине с помощью дронов-камикадзе, «Шахет», украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 26 из 38 российских беспилотников. Позже воздушные силы в СУ сообщили, что уничтожали вражеские цели с помощью установок «Джепард». Более подробно о последствиях атаки страны-агрессора можете узнать в материале РБК «Украина». Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК «Украина» в Телеграм.